Знаете, ребята, я только что постримил и понял, что всё-таки нужно записать какой-то ролик, потому что, ну, я не мог просто так взять и исчезнуть. И при этом не записать сегодня какой-то видос. Поэтому Mortal Kombat X Mobile у нас сегодня будет. Открывать мы снова будем наборы подвиги, но есть одно но. Я также буду открывать набор за 270 душ. И, возможно, в этот раз мне повезёт и мне выпадет алмазная карта. Возможно, будет уже написано какое-то определённое название, где я хотя бы как-то намекаю, либо на превью картинки, что мне выпала алмазка. Либо мне опять не повезёт, выпадет Sony Blade, которая у меня прокачана до десятого слияния. И в целом на этом всё. Спасибо, игра большое, этот персонаж у меня имеется. В общем, как-то так. Поэтому всем привет, вы на канале Стивен Геймс, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X Mobile. А мы начинаем. Рекомендую покупать персонажей и игровую валюту только на сайте proseller.org. Ссылка в описании под этим роликом. На аккаунте у меня всего-то 349 душ. И многие задаются вопросом, как можно открыть набор за 360 душ, имея 349. Спокойно, скидки 25%. Да, 270 душ набор на данный момент стоит. Набор элитный. Выбиваем алмазного персонажа, допустим, того же самого Скорпиона, который изображён на этом грёбаном паке. И всё, я рад. Я рад тому, что мне наконец-таки выпала ещё одна алмазная карта из этого набора. Но я надеюсь, это не будет Sony Blade. Это будет просто разочарование века. Потому что, ну серьёзно, сколько можно? Игра, успокойся. Выбей мне оттуда алмазку. И всё, всё будет хорошо. Давайте для начала заберём даром набор, потому что отсюда выпадают иной раз души. Достаточно редко, но, по-моему, несколько раз мне они оттуда выпадали. Хотя я могу ошибаться. И души отсюда не вылетают. Вылетают чисто персонажи. Учебный лагерь. Спасибо за 600 монет. Спасибо, игра, большое. И да, я выполнил, кстати, задание. Отлично. В общем, давайте перейдём для начала, конечно же, к другим наборам. Эти наборы будут в новой функции подвиги. Ну, как новой функции. Она уже немного приелась, но всё-таки она имеется. Ну и начнём с первого набора. Ничего себе. Sony Blade стойкая, бесценная, без шансов. Неплохо. Я не знаю, что она делает, но, видимо, поднимает руку вверх. Хотя я могу ошибаться. Но на деле это что-то интересное. Нужно будет посмотреть, что Sony Blade Combat Cup делает при редкости бесценное. Это единственное, что я получил более-менее нормальное из трёх наборов. Я открыл уже три набора, и мне, по сути, ничего не выпало. Только одна единственная карточка. Даже демонстрировать эти наборы особо не хотелось, потому что выпадали руны, выпадал фон. Неважно какой. Кому это нужно? Камон. Нам нужны либо озвучки хорошие, ну, либо модные очки. Ладно. Модные значки. Очки. Значки. Модные очки Джонни Кейси Кейдж. Кейси Кейдж. Мне казалось, что это Джонни Кейдж. Это другое дело. Но всё-таки это всё равно что-то не то. Категория Джейсона Вухи за неостановимого. Фракция. Ну, неплохо, неплохо. Наборы мне нравятся. Наборы мне нравятся тем, что из них ничего не выпадает. В этом-то, наверное, их наифишка. Да. Титул снова. И, кстати, многие мне пишут, что пооткрывали достаточно много всего интересного. Кроме меня, видимо. Оу. В укрытии. Сектор Трибор. Фон. Ну, неплохо. Ну, глаза Триборга меня не особо пугают. Поэтому мы переходим на следующий набор. И смотрим, что нам выпадет в этот раз. И в этот раз нам выпадает... Барабанная дробь должна быть. Ну, да ладно. Обойдёмся без неё. Редкость чистая. Значок. Наносится на знамя. Ну, ладно. Такое себе на самом деле. Чистое, нечистое. Скипытор. Значок. Редкость чистая. Что-то мне везёт на чистую редкость. Ну, и категория. Такое себе. Блин, остаётся всего-то пять наборов. Я уже большую часть пооткрывал. И пока что мне ничего не выпало. Интересно. Мне либо везёт. Мне либо не совсем везёт. Либо мне повезёт чуточку позже. Идеально. Титула. Два титула. Спасибо большое. И ещё фон мне выпадает сверху. Голубой. Ну, голубой фон так я 100% поставлю. Потому что, ну, это самое лучшее, что на данный момент мне выпало из наборов. Я уже не говорю ничего о том самом, не смешке, а о той самой стойке, которая выпала на Sony Blade Combat Cup. И я её запомнил. Кстати, здесь озвучка, насмешка выпала. Ну, кое-что хотя бы. И вот, ещё одна стойка у Кунлао Призрака бесценная. Разминка. Кунлао Призрак. Окей, я запомню. Остаётся всего три набора. И за эти три набора, ну, я надеюсь увидеть старшего бога. Потому что, да, я понимаю, что эти наборы, они не глобально интересные такие для зрителя. Как для меня, допустим. Я бы, наверное, у себя не особо ждал именно эти наборы. Я бы ждал набор за 270 душ. Там в разы всё интереснее выпадает. Стойка. В укрытие. Старший бог. Классические рептилии. Вот это да. Знаете ли, когда для серебряного? Какого серебряного? Алмазного. Алмазного персонажа выпадает редкость старший бог. Классическая рептилия. Стойка. 750, по-моему, боёв нужно сыграть. Ну, это заслуживает уважения некого, да? Выбить такое. Ну, ладно, на деле сейчас все пишут. Мне каждые там три набора такое выпадает. А тебе выпало только с 11. Поэтому Таняна Насмешка как раз-таки вовремя выпала. Стандартная Кунлао с фокуса шляпы. Кулак вверх поднимаем и радуемся жизни. Что ещё нужно? Без шансов. Ещё одна стойка Девора Пчелиная Матка. Почему именно на этих персонажей мне выпадают стойки? Ну, ладно, а чё я вообще возмущаюсь? В целом, неплохо так. Победных стойк у меня уже 11. И самое интересное, это, конечно же, классические рептилии. А почему именно он? Ну, вы сами, я думаю, понимаете. Когда тебе нужно сыграть 750 боёв, чтобы выбить эту стойку, то, естественно, это круто. Применяем и смотрим, что он делает. Вы посмотрите на это. Это круто смотрится. Особенно, когда ты играешь за этого персонажа, в разы всё эффектнее. Поэтому, в целом, я рад то, что получил именно эту стойку Старшего Бога. Круто. Насчёт Девора Пчелиной Матки. Здесь у нас всё в разы легче. Это вторая стойка. Ну, и такое себе. Без шансов. Поднимет кулак. Такая, типа, да... Фемини... Ладно. А, нет, она махнула рукой. Типа, пошли в задницу. Повернулась. В общем, да. Такое тоже бывает. В целом. Ну, чё поделать. Джонни Кейдж. Охотник на нежить. Я ему уже зарабатываю вторую стойку. И это не из-за того, что, например, я выбил её. Нет. Это просто я выполнил задание. Я сыграл 75 битв уже за этого персонажа. Вы спросите, как такое возможно? Ну, знаете ли... Идеально просто. Просто идеально. Я за него уже 118 раз сыграл. И мне кажется, провести ещё парочку стримов. Возможно, даже один. И этот персонаж у меня получит, я не знаю, стойку последнюю. Джонни Кейдж. Охотник на нежить. Да, не лыбься. Ты самый крутой персонаж. Отрицать не буду. Клёвый. Клёвый перст. Так, что у нас ещё есть? Combat Cap Sonya Blade. Помните, я выбил тоже неплохую стойку. Давайте на неё посмотрим. Хотя нет, это без шансов. Это, наверное, скорее всего, опять же, либо взмах рукой, либо кулак вверх. Взмах рукой и поворачивается задницей. Отлично. Супер. Просто классная стойка. Вы с Девором... С Девором... С Девором? Да, я так сказал. С Деворой ничем не отличаетесь. Супер. Это, наверное, всё, что я хотел посмотреть по поводу стойок. И хватит делать уже акцент на них. Нет, на самом деле не хватит. Мне это нравится. Блин, это круто. Это круто, когда тебе выпадают такие стойки. Это круто, когда ты сам набиваешь 75 боёв, а точнее 118, и прокачиваешь, скажем так, стойки без особых проблем. Это клёво. Но всё-таки давайте перейдём в магазин, откроем набор элитный. Вы посмотрите просто на него. Он так и просится, чтобы его открыли за 270 душ. И посмотрим на шанс выпадения. Ага, 8%. Я помню те времена, когда было 7%. По-моему, такое было. Хотя, может быть... Опять же я ошибся. Но нет, мне кажется, было 7%. Поэтому давайте покупаем, смотрим, что нам выпадает. Так, набор я приобрёл. Главное, без паники. 270 душ были очень и очень сложными. Добыты еле-еле. Я вижу уголок. Это о чём-то договорит. Это говорит о том, что возможно. Возможно, этот набор, это тот самый набор... Нет. Это не тот самый набор, который мне принесёт какое-нибудь слияние алмазному персу. А нет, нет, погоди. Связанный демон выпадает. Ничего себе. Мне уже, по сути, повезло. Связанного демона прокачать очень сложно. А эта зараза мне выпала в наборе за 270 душ. Да я бы эту карту за души прокачивал бы. 270 за одну карточку без проблем. Я бы прокачал до 10-го слияния. Но, как вы видите, можно этого и не делать. Она сама по себе у меня качается. 9-е слияние у карты. Далее. Маска гладиатора. Ну и что ж, последний персонаж. Так, надеюсь, это алмазка. По-моему, золото... У меня большинство прокачано уже куда... Куда больше. Все. Алмазная карточка. Алмазка? Джейсон Вурхиз неостановимый. Ну ладно. Ладно. Я хотел. Я хотел, конечно же, возникать. Но Джейсон Вурхиз неостановимый. Это классецкий персонаж. Я думаю, никто спорить не будет. Если уж брать алмазную карточку и Джейсона Вурхиза неостановимого, то я в каком-то смысле даже рад, что он у меня прокачался. Поэтому соединяем тебя. Чувак, мне нравится то, что ты выпал. Все очень круто. Все очень даже замечательно. На самом деле, я скрываю эмоции. Возможно, я такой сейчас думаю, блин. Ну как так-то? Почему мне снова не повезло? Нет, на деле серьезно. Персонаж хороший, поэтому я рад. Я рад, что он мне выпал. Десятое слияние. Новый, кстати, перс, который у меня становится десятого слияния. И которого я могу на данный момент, возможно, даже прокачать до шестидесятого уровня. Хм, незадача. Нет, до шестидесятого уровня прокачать я его не смогу. Смогу прокачать до пятьдесят шестого. Ладно, придется либо добывать как-то карточки, либо качать его до пятьдесят четвертого уровня, и потом уже добивать до фула. Окей, не проблема. Нужно просто устроить еще один какой-нибудь стрим и сделать это. Я постараюсь как-нибудь это реализовать, поэтому извиняй, Джейсон Урхиз, пока что ты будешь у меня пятидесятого левела, но это ненадолго. Я всем обещаю. Мы это сделаем. В общем, каким-то немного странным получился ролик. Ожидаешь алмазного персонажа, он тебе не выпадает, но при этом выпадает другой, достаточно классецкий персонаж. Джейсон Урхиз неостановимый. Возможно, это из-за того, что я поиграл за Джейсона Урхиза Слэшера в игре Mortal Kombat XL. Игра просто почувствовала и дала мне еще одну карту неостановимого. Как это взаимосвязано? Без понятия. Вообще никак, но просто хочется какую-нибудь ересь в конце ролика привнести в ролик. Окей, давайте дальше. Опять же, старший бог выпал стойкой, и это тоже клево. На самом-то деле, получать для персонажа классической рептилии мне не особо хотелось стойку, потому что персом я редко играю. Да, я недавно поиграл, когда играл за Ермака классического, и то я там классического рептилия выпускал очень редко, и когда была именно демонстрация победной стойки, его там не было, был только Ермак, потому что он был самым прокаченным. Поэтому целесообразно получать бы эту стойку я бы не хотел. Но так как она мне выпала сама по себе, то окей, круто, старший бог. Это как алмазная карточка, мне кажется, по шансам выпадения. Это супер. В общем-то, такие вот дела. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока.